приветствую вас тут один мой так скажем зритель написал основные лозунги майдана были честно говоря я не помню этих лозунгов насколько я помню основные лозунги майдана были одни зарплаты в 5000 евро как только скинут януковича ведь всегда что бы причем очень часто говорили вот янукович не хочет подписать ассоциацию не будет без виза а как только будет без виз зарплаты 5000 евро вот это основной лозунг честно говоря причем в разных ипостасях говорили без виз ассоциация 5000 евро ну кто 1000 евро то есть постоянно разговор велся вот как только не будет януковича зарплата будет как в европе это это главный лозунг майдана ну хорошо в принципе поверим виталию виталий иванов давайте посмотрим борьба с коррупционной властью и коррупции в целом на минуту все же в украине знают что коррупция была если будет сейчас тем более скажите кому в украине мешает коррупция но останавливать гаишник хорошо вы хотите штраф платить да не не хочется давайте откупится правильно правильно вам надо вопросы порешать хорошо вы пришла налога влепила штраф нам платить 100 тысяч а вы можете порешать это за 10 тысяч 100 тысяч будет платить да нет поэтому почему ну у нас говорят про коррупцию но все сводится к тому что я не хочу уж об коррупции было но надо сделать так чтобы если что-то случится чтоб кум мог все порешать вот такой по этой причине но борьба с коррупцией какая-то чушь ну знаете пчелы против меда ну как это поскольку хорошо я же много раз объяснял что если нет коррупции сумасшедший махровый бюрократизм махровый когда понимаешь это маразм ну тот же штраф вот хорошо вас полицейский там оставляет европе он не берет на лапу рейки 5000 евро как а вот так плати нет нельзя за что нельзя нет тогда лучше взятка вот такая ситуация борьба за властью олигархов ну ребята ну вы же издеваетесь но кто вам зарплату платить я много раз объяснял во всех странах мира вся экономика держится на олигарх на крупном бизнесе вот почему сейчас такие проблемы ну мало в среднем бизнесе везде ну что проблем то что ли горка ну действительно начали с майдана сейчас никак не успокоиться как только олигархи хорошо работать ваша зарплата шикарно растет вспомните 2010 2011 ладно идем дальше 2005 2006 ну туда олигархи процветает и ваша зарплата процветает а помните же наконец то что крупный бизнес развивается есть заказы малого среднего крупный бизнес загиневает в олигархи фиг ваш то есть все эти разговоры а я ларёчек открою да хоть стол ларёчков открою те же покупатель нужно то что воно борьба за политическую свободу это вообще какой-то бред что что а свободу боже выдают фонарей фонарей свобод боже вот вспомните что писали все что хотел ругали что хотел ну все как ну я не знаю куда дальше у какие политические свободы надо украинца было дома на сейчас да сейчас как бы цензура там боевики а то что это все него борьба за подлинную независимую страну это вообще такая бредятина а украина что не за украина независимость 92 года что вы еще хотите она не зависит что значит подлинная а к не подлинная вот что значит подлинная бредятин украина еще раз повторяю независимая страна с 92 года да со своими проблемами со своими успехами как любая страна мира вы что хотите сказать что германия там вместе так что все не просто и третья борьба за экономическое процветание экономическую европейскую мечту это вообще бред не экономическое процветание много раз не будет майдана будет комиска процветать но также посмотрите статистику как только в украине стабильная ситуация нет майданов олигархи богатеет и вы богатеете как только лихорадит все но помните деньги любят тишину а европейская мечта ну не знаю ребята но европейская мечта ну я много раз рассказывал и повторяю, рассказываю, что до Майдана мы больше торговались Европой. У нас действительно были проекты. Мало того, даже, ну, скажем, вот так, пока нет вот этой стряски, да, действительно, какие-то проекты. Даже вот этот проект по том, что мы собираем зануси, это сделал до Майдана. Вот мы сейчас действительно собираем стиральные машины зануси, но это до, а не после. Понимаете разницу? Имеется в виду европейская мечта, но у ребят в Европе тоже куча своих проблем и куча своих успехов. Тем более, хорошо, что, украинцы хотят платить налоги, как в Европе? Не, не хотим. А-а-а, вот тоже было. Так что лозунги такие забавные, ну, честно говоря, не помню. Потому что помню железно, лозунг один был. Как того? Так, а разговоры про инвесторов? Помните разговоры? Сначала говорили 25 миллиардов будет, потом 40. Потом уже 400 миллиардов. Ну, знаете, это же азарт, азарт. Причем говорили, вот, инвесторы уже встают, ждут. Артиморист.